Эти танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в странах НАТО и на которых еще свежи следы от российских пулеснарядов, теперь уже никому не принесут фреда. Они были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск Центр. Машины стали трофеями и экспонатами первой передвижной выставки техники «Сила в правде, гордость и победа», напоминая о бесстрашии и героизме российских бойцов. Главная задача выставки – это развеять миф о непобедимости западного вооружения. Наши военнослужащие давным-давно в этом уже убедились, уничтожают ее каждый день, приближая нашу общую победу. Историю экспонатов и их уничтожения и захвата рассказывают сами участники СВО. Особую гордость у самарцев вызвал танк «Абрамс», подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Руководил действиями расчета уроженец Самарской области, младший лейтенант Назар Назаренко. Выставка уже в первый день вызвала ажиотаж. Ее посетили более 40 тысяч жителей и гостей города. Это важно для подрастающего поколения очень. Они должны это видеть. Потому что без прошлого, без того, что сейчас, будущего не может быть. Оценил поврежденную вражескую технику исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Он поздравил горожан с праздником и отметил, что Россия всегда была сильна своим единством. Любая техника, которая покорежена, она показывает, что такое война, какая мощь, сила, разрушительная сила во всем этом. И Россия была всегда сильна нашей многонациональностью, тем, что мы с одной стороны разные, но мы все как один кулак за себя постоим. Передвижная выставка трофейной техники НАТО уже успела посетить 10 регионов страны. Ее увидели более 1 миллиона человек. В Самаре экспозицию на площади Куйбышева можно осмотреть до 10 ноября. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.